Вот в этом совершенно обычном доме в Кандалакше до недавних пор проживал не совсем обычный мальчик Кирилл, который годами наводил страх на других детей и взрослых соседей. Здесь по-прежнему живут его родители. Правда, сейчас с незнакомыми людьми они стараются не общаться. Здравствуйте, телевидение. Можно с вами побеседовать? О чем? О вашем сыне. Как-то неинтересно. Простите в таком случае. Никакой сенсации здесь нет. Зато родители других детей, в разные годы пострадавших от рук малолетнего хулигана, поделились с нами своими историями. У нас три года назад произошел тоже с ним инцидент. Он пробил моему ребенку голову шнуром от фена. Хватает палку и бьет его сзади три раза. Сначала по спине, потом по плечу, а потом по голове. Ну, аж палка вот такой вот ломается. У вас на глазах. Да, да, да. По словам Кандалакшан, мучил не только детей, но и животных. Не брезговал и мелкими пакостями. Например, прокалывал шины велосипедов. Впервые его привлекли к реальной ответственности два года назад, когда по его вине утонул ребенок. Состоялся суд. Кирилл провел месяц в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. После чего вернулся домой и продолжил терроризировать окружающих. У меня ребенок приходил домой со слезами и жаловался на ***, то, что он его швыряет в снегу и потом ампиталлические качели головой ударял. Он боялся у меня на улицу выходить. Одной из причин столь мягкого отношения к подростку со стороны закона были особенности его здоровья, физического и психического. Вспышки агрессии происходили у него, как правило, весной и осенью. Мальчик учился в коррекционном классе. Правда, в этом учебном году, оставшись на второй год, он перешел в обычный школьный класс. Как отмечает замначальника управления образования Кандалакши Светлана Кочегарова, это ненадолго утихомирило Кирилла. То, что он остался на второй год и оказался в общеобразовательном классе, немножко, наоборот, поменяло его поведение именно в школе. Может быть, это связано с возрастными особенностями, что он повзрослел. То есть у него реже стали эти вспышки агрессии проявляться. А может, то, что он не успел адаптироваться еще в новом классном коллективе. Учителя Кирилла по понятным причинам неохотно идут на контакт со СМИ. Однако в частной беседе нам рассказали, что в школе юноша был изощренным манипулятором. Слабых запугивал, с сильными пытался договориться, интриговал и находил подход к каждому, в том числе к педагогам. Неглупый и начитанный, он обожал внимание, занимался в школьном драм-кружке и обладал явным актерским талантом. Малолетний преступник увел свою жертву прямо из школы. Каким образом это могло произойти, непонятно. Однако педагоги уверяют, что Кирилл обладал буквально гипнотическим влиянием на других детей, особенно на тех, кто был младше и слабее его. Убедившись, что они отошли достаточно далеко от чужих глаз, он и совершил свой ужасный поступок. Подросток избил и попытался задушить 11-летнего Лешу. А когда решил, что жертва скончалась, раздел его и закопал в снег. Нашли мальчика и вызвали скорую, проходившие мимо люди. Сейчас Леша вместе с мамой находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает. Следствием развеяны несколько слухов. О давнем убийстве бездомного или о месте за обиду брата, которого у Кирилла, единственного ребенка в семье, никогда не было. Все вздохнули спокойно, кроме родителей арестованного подростка. Против них в соцсетях поднялась волна народного гнева. Конечно же, люди возмущены и требуют справедливости. Но сегодня во многом это уже ограничит жестокостью в отношении родителей. Здесь я хотел бы призвать всех все-таки быть более сдержанными и не устраивать травлю этой семьи. Однако, как считают уполномоченные по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, понести ответственность отец и мать Кирилла должны обязательно. Омбудсмен предложил матери пострадавшего мальчика выдвинуть против них судебный иск. По его мнению, именно многолетнее бездействие родителей как преступника, так и его жертв в результате привело к случившемуся. Удивлен. Из всех эпизодов, там около 10 детей пострадали в свое время, с 16-го года. Мне показали три отказных материала по примирению сторон. Почему родители согласились с этим? Какое может быть примирение, когда ребенок испытал жуткий стресс, он получил унижение, оскорбление, физическое насилие? Я думаю, что вот если родители об этом задумаются, то мы впредь избежим таких случаев. Сейчас Кирилл ожидает своей участи в следственном изоляторе. Ему назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по которой станет понятно, был ли он вменяемым в момент преступления. От этого будет зависеть наказание. Ему может грозить тюремный срок, либо принудительное лечение. Роман Войнила, Сергей Расюк, Павел Третьяков, ТВ21.